МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа Новости 24 в студии АТК от Магомедова. И вот что у нас на этот час. Временно исполняющая обязанности главы Дагестана пообещала отчитаться за каждый рубль выделенной республики. В правительстве Дагестана обсудили обеспечение жителей республики лекарственными препаратами и детским питанием. Около 20 тысяч участников из 183 стран. Сочи готовится ко Всемирному молодежному фестивалю. Сегодня на заседании Госдумы временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев обратился к депутатам с просьбой увеличить финансовую поддержку Дагестана. Сегодня Государственная дума Российской Федерации досрочно прекратила депутатские полномочия вице-спикера и представителя фракции «Единая Россия» Владимира Васильева в связи с назначением его временно исполняющим обязанности главы Дагестана. В своей речи Васильев попросил депутатов увеличить финансовую поддержку Дагестана. Он также пообещал отчитываться за каждый рубль, выделенный из федерального бюджета. Васильев подчеркнул, цитирую, «Хочу сделать предложение об увеличении поддержки Дагестана и обещаю, если вы посчитаете нужным, готов с определенной регулярностью отчитываться в зале, в комитете, который я очень уважаю о расходовании средств». Абдусамад Гамидов поручил обеспечить дагестанцев лекарственными препаратами и детским питанием в полном объеме. Обсуждались вопросы формирования бюджета в сфере здравоохранения, в том числе актуальные вопросы обеспечения питанием кормящих матерей и детей до трех лет, а также лекарственными препаратами льготных категорий граждан в рамках соответствующей программы, которая действовала в республике до 2016 года. Мы должны учесть в бюджете все социальные обязательства, которые сегодня республика должна перед своим населением. Мы должны поддерживать свое население по части оказания любых услуг бесплатным, обеспечивая бесплатными лекарственными средствами выжить. Представляете, сколько сегодня стоит лекарство, и не каждая семья имеет возможность покупать эти дорогостоящие лекарства. В свою очередь Анка Ибрагимов озвучил слова признательности за внимание к столь чувствительным вопросам. Бесплатное лекарственное обеспечение – это одна из социальных проблем. И что вы планируете на следующий год детское питание, я думаю, тысячи людей из малообеспеченных семей, которые получат это детское питание, они будут благодарны правительству. В Рио председателя правительства республики Дагестан поручил руководству МИМФИ на республике при формировании бюджета на 2018 год в первоочередном порядке учить социальные расходы, несмотря на любые финансовые трудности, полностью выполнить социальные обязательства. Абдул-Самад Гамидов также сообщил, что в ближайшее время проведет совещание с участием руководства Министерства труда и социального развития и Министерства здравоохранения Дагестана. В Крыму началась подготовка специального подъемного оборудования для установки автомобильной арки моста через Керченский пролив. Транспортировка автодорожной арки производится на специальных плавучих опорах. Автодорожную арку моста в Крым вывели в фарватер Керчене Кальского канала. Транспортировку арки к месту установки на фарватерные опоры начали ранним утром. Движение судов и кораблей в канале Керченского пролива закрыто на 72 часа. Арку веса более 5000 тонн переместили на плавучих опорах с помощью буксиров. Сейчас производится пусконаладка подъемного оборудования, проверка подъемных прядей, установка и тестирование датчиков мониторинга. Министр внутренних дел Дагестана Абдурашид Магомедов поздравил сотрудников медико-санитарной части МВД Республики с 96-й годовщины со дня образования медицинской службы МВД России. Абдурашид Магомедов от имени руководства поздравил работников медико-санитарной части с профессиональным праздником. В медико-санитарной части МВД по Республике Дагестан трудятся опытные и высококвалифицированные специалисты, задачей которых является оказание лечебно-профилактической помощи сотрудникам и ветеранам ОВД, а также членам их семей. Благодаря вашему профессионализму, чуткости, вниманию и доброте вы исцеляете не только тело, но и человеческую душу, подчеркнул министр. В завершении праздника Абдурашид Магомедов наградил отличившихся сотрудников медико-санитарной части МВД Дагестана медалями, почетными грамотами и благодарностями. На площадке РИА Дагестан прошла пресс-конференция по опросу участия дагестанской делегации в 19-м Всемирном фестивале молодежи и студентов. В открытии Всемирного фестиваля молодежи ожидается участие в РИА главы Дагестана Владимира Васильева. Магомед Курбанов напомнил, что Дагестан на форуме представят 150 человек. В организации и проведении фестиваля оказывают помощь 15 дагестанских ведомств. В нем примут участие 50 зарубежных участников из 33 стран. Молодым людям расскажут о традициях и культуре нашей республики. Напомним, что фестиваль пройдет с 14 по 22 октября в Сочи. Он соберет более 20 тысяч участников из 183 стран. А накануне в Москве седутся мировые министры молодежной политики и обсудят возможности осуществления программ сотрудничества. И к концу выпуска курс валют на завтра. Доллар остановился на отметке 57,92 рубля, евро 68,50 рубля. Это были все новости на этот час. Еще больше информации вы можете найти на нашем сайте nnttv.ru. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова